Мы обсуждали его с братом Михаилом, как и множество людей, в Новосибирске я был крещён обливанием в 10 лет. Естественно, при крещении я ни от чего не отрёкся, как продолжал жить безбожно. Вот как мне поступить? Брат Михаил сказал, что нужно сейчас выходить оглашенным, не причащаться и всё-таки год постараться в таком режиме действовать и в конце концов покреститься. Правильный ответ дал. Михаил какой? Каримов? Да. Он ответил совершенно правильно. Но учитывая вот эту обстановку сегодняшнюю, всё правильно. Мы бы сказали, у нас крещение нынче будет 10 июля. Год этот можно потом оставить, потому что обстановка меняется стремительно просто, и можете уже никогда не прийти. И приготовиться к крещению, приехать к нам, мы дадим разрешение, дадим путёвку, выпишем, что с собой взять необходимо, чтобы халат был и прочее. Вот так. Обстановка очень тревожная. Могут объявить всеобщую мобилизацию. Вам сколько лет? 36. В армии служили? Да, я офицер. Вас загребут. А теперь нужно немедленно вам пойти в военкомат, и мы скинем вам материалы, какие отнести надо. Я христианин. И дальше ссылки на все, ну, альтернативная служба называется. Мы это скидываем, и наши ребята, которые поверили, они отнесли. И в армию не берут. Обычно они должны взять, служить будет не полтора года, а два с половиной, ухаживать за заразными, за больными. Но там обговорено. Ты не будешь корректировщиком огня, не подносить снаряды нигде. Копать окопы могу. Скажет, а вот упал человек в минное поле, полезу, спасать, подорвешься. Наша жизнь во Христе. То есть мы твердо исповедуем слова Христа. Убийцы, царствия Божия, они наследуют. И ссылаться не надо. А вот Сергий Радонежский, мы не знаем, что Сергий Радонежский. Он предсказал только, а не благословил. А как же отдал монахов от этих двоих, пересветы Алябе? Если он это сделал, действительно, его надо было сразу же отлучать и анапими предавать Сергии. Канон правила запрещают категорически делать. Не надо лебезить перед ними трястись. Вспомните, как Иов разговаривает с Богом без придыхания, не сисюкая. И Господь говорит, эти, которые о Боге говорили, будто бы три друга-то его. А от них даже жертву не приму. Попросите, чтобы он из вас помолился. Вот Бог как ответил. Богу нужны герои веры, как у Ели написано там 3.10. Ну и все, вот такой мой вам совет. Немедленно сейчас заниматься. Если мои ресурсы у вас есть, там все книги есть. Кристалл православие просчитали? Читаю. Считайте. По ней диссертации защищают. Там видите, что мы его только для связки слова. А остальное-то все взято. И каноны, и жития святых, и святые отцы, и патристика, там, патрология. Все абсолютно взято. Вот так. Я скивал эту книгу в церковный чат, где священники. Надеюсь, они это не выгодят мне за такую мысль. Но там-то нет еще. Что он может только сказать, что он безбожник? Как он может говорить против того, что я привожу? Я же в кавычки говорю. Видите как. Я ничего не имею, никаких откровений. Кроме того, что Бог мне открыл. Я ничего не знаю. Я сел в ногу Христа 60 лет назад. Сидеть это не в буквальном смысле сидеть, а то я учусь. Я могу многое называть то, что людей в дрожь вводят. Вот я говорю, смотрите. Канон Андрея Критского. Тысячу сто лет ему. Приходят в церковь, считают. Жития святой Марии Египетской. Я говорю, почему Мария Египетская не Мария Магдалины? Мария Египетская ни одного дня не жила по Евангелию. Блудница и сблудница. А Мария Магдалина называется апостол для апостолов. Выше ее никого не было. Почему ее не считают в церкви? Вопрос поставлен, сразу закрутились. Теперь, я говорю, канон этот, написанный для оглашенных. Как для оглашенных? Там же, помилуй имя Божие. Для оглашенных. А молитва трех степеней. Первая, просительная. Дай, помоги, спаси, сохрани. Здесь и мусульмане, и буддисты, и коммунисты, и фашисты. На этой ступеньке все крутятся. Ударилось. Страшно. Мама, помоги, Господи, спаси. Вторая ступень выше, благодарение. Я все просил, получил. Просил и не получил. Равно за все благодарите. Третья высшая ступень ангельская. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Аллилуйя. Там ни просить, ни благодарить, только Аллилуйя. Говорят, а почему до вас никто это не сделал? Я говорю, потому что я еще не родился. Понимаешь, какой вызов бросаю. Да как? Ну, скажи, еще три года назад было этого, не было. Почему не было? Почему вы тогда вопрос этот не ставили? Я этот вопрос даже шифровал. А почему он так написал? Потому что он подписал Анапиму, Шестому Вселенскому Собору, а потом ему под темечко Бог заложил. Что ж я делаю-то? И он, как Давид, 50-й псалом, когда он убил, Урия жену отнял, Версавию. И самого убил-то. И вот этот 50-й псалом из него Бог вышиб. Здесь из него вышел вот этот канон. Канон покаяния. Я, а мы верующие уже, я ничего этого не делал. И на эти же самые события ничего не меняю, только благодарение. Это вторая часть. И третья, на эти же события, 204 события библейских, славословие. И вот, допустим, мы готовимся трехтомник издать. Толкование Нового Завета. Оно было всегда, блаженного фефилакта, заканчивается посланием к евреям. Все. А книга Апокалипсис никогда, Апокалипсис никогда не была. Мы издали вместе с Толкованием Апокалипсиса впервые за 2000 лет. А почему никто до этого не делал? Потому что я еще не родился. Понимаете, эта фраза, я знаю, это и так понятно. А почему? Почему вы не догадались вчера, когда со мной не встретились? Почему мне это было понятно? Новый Завет, надо давать полное толкование. Толкование нужно знать на Апокалипсис самое лучшее. И поэтому я должен знать все толкования, какие до этого были. И стихтанские, я их прочитал. И толкование, которое здесь дается, собрал, не делал, Геннадий Фаст. Немец, Менонид, в моем доме, который обратился. И он три года работал. 434 страницы занимает в книге это. И теперь она издается вместе. Тем более, так, теперь мы Гюставо Даре раскрасили. Почему полностью никто его не раскрасил до нас? Я еще не родился. Почему мы его вставили сюда толкование и 230 и 10 грабюр, которые там я издаю, со своими комментариями. 319 комментариев. Блаженов Пептилакта с одним комментарием никто не издавал. А почему 319? Потому что не родился я еще к тому времени. А они такие, они до конца потрясают буквально. 240 иллюстраций с закладками российского флага. Первый белый, синий, красный. Понимаете, везде оригинально. Когда в Америке получили, они говорят, нас такие книги не издают, не говоря про содержание. Каждая ровно 752 страницы. А оно бывает не дотягивает 752. Там я добавляю лучшие стихи поэтов. Или маленький такой труд профессора Марсенковского Владимира Филимоновича. Достоверно ли Евангелие? Как раз про Евангелие, за Евангелем я его вставляю туда. И ровно 752 страницы. Второй том не хватает. Я вставляю Оду. Оду. А кто ее написал? Ода Бог. Державин. Гавриил. Абрамович, кажется. Когда стихотворение он написал, Ода, то один из революционеров, Кихик Бекер, написал до полноти, Гавриил Романович, вот как правильно. Понимал ли он, о чем написал? Такие слова. Я его туда включил. Она никак, наоборот, украшает, шире делает. И получилось три тома на овсетной бумаге. Все, которые цветные фотографии, на овсетной, а это как-то называется такая бумага, которая блестящая, крепкая. Милонная. Вот. То есть очень высокое качество издания. Вот сейчас готовимся. Не красное. Ну вот, если Господь позволит, то и сдадим. Но стоимость будет, конечно, другая. Но из старого сохранились вот сейчас по одному. Только те, которые деньги выставили, пять тысяч, это три тома. И пересылка, сколько стоит курьер. Тем более я не сам, а курьер берет, приезжает у меня, сдает за тару, за все. Ну, там, может быть, две с половиной будет. Вот которые деньги прислали. Поэтому найденные сейчас хранимые. Я про них и не знал, что у них сохранились. Ну, и там где-то сорок восемь, кажется, экземпляров найдено было. Они лежали, закрытые, в пачке, все это чистое. Ну, вот так. Я обязательно скину деньги. Обязательно. Я давно... Вы знаете, куда ссылать-то? Я вам должен сказать, куда ссылать. На меня сначала выходите. Я вам скину адрес, куда пересылать деньги. И там вам поступит ответ. Сколько вы? Меньше пяти тысяч разговаривать не надо. Поэтому сразу можно скинуть и сказать, вот это две с половиной или там сколько. К этим добавляю на пересылку. А если вы думаете приехать, то только пять тысяч обойдется. Вы имеете в виду в Потеряевку приехать? Конечно, на крещение. Вот думайте. Это 10 июня, да? Июля. А, июля. Я как раз собирался в Академгородок посетить, так сказать, родственников. И вы там недалеко. Барнаул. Потеряевка. 10 июля. Да. У вас машина твоя есть? Машина есть твоя? Да, да. Я вам маршрутку скину. Угу. Что надо? Как ехать? Так, не курите? Нет. Это даже, да не так, курящий, даже вообще на территорию деревни нельзя заходить. Везде афиши висят на территории деревни, курить запрещается. С выпивкой как у вас? Да никак. Я не бил. Ни грамма, ни брошки, ни вина, ни пива, ни в рот не брать. Ну, вы имеете в виду вообще или... Вообще? Да. Вообще. А зачем? Ну, я мог выпить пиво, но не до просящего визга. Нет, нет, никого визга не надо, не надо. И ты христианин. Дурной пример дается. Не надо. Сразу решайте с этим. Не надо, еще раз говорю. Растет щерева, тратятся деньги, а оно не нужно. Оно помаленьку здесь отражается, атрофирует мозги. Мозги больше всего атрофирует что? Связь с женщинами и компьютерные игры. Вот два главных момента. И восстановлению не поддается. Только зацепиться на том, на чем сейчас есть. Восстановить, каким он мог бы быть, не один. Я начальник детского лагеря, сам образовал его директор, его 45 лет. И три года еще плюс в ином формате. Я знаю детей. Если он играет в компьютерные игры, я их не беру даже. Бесполезно. А они мертвые. Вот он стоит, а вот такие у нас сделаны качели, громадные качели. Ну и выступают из них эти, которые вверху, там качели двоим садятся. А это тарзанка называется, палка. И она, палка толстая такая, в руку толщиной ее между ног берет, она и на столе стоит, и туда отлетела, обратно на стол. А он стоит там ее, видит, она качается. И говорит, спроси мне, дай ее палку. Она отпускает палку эту. И она летит, он стоит, рот развернул. Она долетела, полбу его разбила, он против. Он не может понять, как она из монитора вылетела. Он везде победитель был. Он так и не может. Упал, кровь вытирают. А как она вылетела? Как она вылетела? Это какое состояние? Это полная идиотика. Но он заразбирается все, обгоняется. Везде он победитель, стреляет. И оказалось, что даже не понимает, что его полбу ударят. Бабушке как-то прошло время. Бабушке... Я ему звонок. Баба звонит. Баба, я научился первой ей есть. А уже лет 12. Руслан звать. А его перекрестили, Андрей был. Это, Игнатий Тихонович, на Никиту похоже, когда он кишки сушил, в печке не работали. А потом не знал, как вставить в печку. Ну, даже над такими тоже надо работать. Он уехал, все-таки здесь его маленько, по-хорошему, можно сказать. Но там ему уже нельзя было быть. Он ко всем женщинам пристал. Давай там это, такие гадости говорить. Вот они стоят впереди, поют, и чтобы перед ними наклонялись. Он себя вообразил козлом, а перед ним козлушки. Я говорю, тогда ты не заходи здесь и будь. Что ты дуришь-то? Одетая, платья до полу. Глаза зажмуриваю. Что-то из-за тебя из-за одного. Маленький храм у нас. Это же не город. Ну, и у него пошло оттуда все. В дребетки. Ну, а потом, когда через меня он проезжал, выезжать-то надо на Украину-то. Главное, пять лет он пробыл. В армии уже не должны брать. А сейчас он там, говорит, прячется. Ну, я не знаю, как это. Потому что зашел в магазин, а там-то его возраст, а парень стоит сразу, загребли, и все. И никуда уже не уйдешь. Всеобщая мобилизация. И ему потеряевка жизнь спасла. И он там попытался тоже образовать. Знаете, когда-то на готовом. Я тоже сделаю, там община будет. Одного парня нашел в магазине. Тот походил несколько раз и ушел. Никого нет. Был один, остался один. Создать общину это непросто. Общину на основании Слова Божия. Чтоб человек внешне был такой. Чтоб она надевала платок. Так. Подойди-ка ко мне сюда рядом. Покажись. У меня охрана рядом. Да. Я знаю. Вот так. Давай. Она у вас настоящая. Да, да. Подчиняется во всем. Да. Она много свидетельствует, распространяет Слово Божие. Ну, вот так. Я, ну, очень в свое время уважал как проповедника Смирнова. Дмитрий, Дмитрий Смирнов. Пузатый такой. Так. Смирнов, да. И тут вот я слушал, он говорит, ну, как может быть крещение зависит от количества воды? Я действительно задумался. И потом наткнулся на ваше видео крещение, где вы приводите конкретно каноны, которые указывают на полное погружение. И я был озадачен, потому что думаю, ну, как-то странно. Человек такого статуса, царства небесного, неужели он этого не знает или считает, что это неглавное? Странно как-то. Да ничего странного нет. Он не крещеный, моченый. Он развратил тысячи людей. Он был по силовым структурам. Он в Чечню посылал. На его совести тысячи убитых ребят наших. И он сидит, когда беседует, а у него здесь крест. Ну, минуты две пополз крест со пузыря-то. Опять подправит, и он туда пополз. У него такой вот. И он, главное, крестится, как патриарх. Вот здесь вот. Не вот так вот, чтобы покрестить, а вот. Такому маханию бесы радуются, златоуст говорит. Тут в храме Христа Спасителя демоны ликуют. Я должен сказать об этом. И вот он здесь говорит. Ну, он поминает, там, мусульмане, там, сказали, как где-то. И женщина подходит, и по-настоящему перекрестилась перед ним. Отец, демоны, придут, машут руками. То есть, она его облечила. У него-то нет крестного знамения. Она перекрестилась как следует. И он сразу, давай ее критиковать и прогибаться здесь. Они Бога не боятся. Не боятся совершенно. Ну, он же и добрые дела делал. У него и детские дома, и все-таки проповеду. Ничего не делал. Он ни одного детского дома не делал. Он ни одного ребенка не поднял. Я вот директор 45 лет. Построил, где им жить. Какое для сна нужно. Какую пищу достать. Создать коллектив. Я занимался ими. До шести раз в день купаются. Собирают ягоды. Разбираются в травах. Катаются на конях, на лодках. У него ничего из-за того, что я сказал, никогда не было. Он только сидел и говорил. Откуда бы эта утроба-то была? Не человеческой величины. Он делал добрые дела. Если ты сделал виновный в одном, виновен во всем. Вот он приехал. Герой Советского Союза показывает где-то. Ну и герой Советского Союза. Помогли ему мотоцикл достать. Ну, нормально. Ну, девчонка понравилась. Стой, если я, Катя, паркачу тебя. Поехал и там сделал, что надо. Вернулся, узнали. Героя сняли 10 лет. И все. Он в одном. Он убил многих. Он снайпер был. Все сняли. Звание уже было. Полковник. Все сняли. Вот и все. Ничего не поминается Власову. А генерал-полковник там. Ничего. Веселиться ждет. Веревка. За предательство Андрея Андреевича. Поэтому никак. Пророк Иезекииль, 3 глава, 18 стих говорит. Если ты видел согрешающего и не предупредил его, то его кровь я взыщу с твоей головы, а он погибнет. Но если ты обличал, и он не внял, то его кровь на его голове, а ты спас свою душу. За этим стоит слишком много. Это и любовь и прочее. А перед ним сидели люди, интервью, говорят. Герман Стерлигов. Большего кощунника трудно найти. Он все отрицает. У него главное имя разрушитель. И он знает, что он церковь православную, патриаршую, предательская. Там одни такие. Он ее поносит. И он спросил, а Герман, как все у него там нового. Все они понимают, о чем речь идет. Понимаете? То есть хулит или. Его же его хулит. А что-то там ездят. Или денег давал, или еще что-то. Потому что тот успел грабануть, как и спрятаться. Каждую ночь в одном месте спал. Я их знаю, всех этих. Всю их биографию. Приехал в Барнаул. Его спросили, а кто такой Игнатий? Он даже не слыхал. Игнатий. Кто? Да еретик. Всевдоправославный. А где он живет? Где-то в Америке. То есть он даже ничего не знает. Но на языке у него то. И вот он слободу сделал. У нас были оттуда которые. И вот надо. Закваска не такая. Только надо там заквашивать. И она неделю будет кваситься. А там люди делают. Говорят, это мука должна быть. Так мы хорошую купили. Нет. Мука только на особом поле пшеница растет. И солить надо. Да соль есть. Нет. Соль есть только в одной шахте. Которую кубиками. Так мы достанем. Я не имею права сказать где она. Это люди, которые у него на дому работают. Рабы. То есть он разные препятствия поставил. Что он будет. У него будет покупать булку хлеба за 1250 рублей. Да. Это что? И они не видят. И он спрашивает. Ну как там Герман Львович? Это я говорю о Смирнове. Лицемеры. Он никак не думал тут умирать-то. Они нигде не видали ничего. Где он служил. Какой он есть. Мне вот смотрите. Допустим. Вы служили. В каких родах войск? Федеральной службой охраны. Ну вот. Вы никак не можете относиться к ракетным войскам. Правильно? Да. Дальше. Вы не можете к кавалерии относиться. Не можете относиться к морфлоту. Меня Бог провел через это. Это только Бог так строит биографию человека. Призвали в морской флот. И в это время, 61-й год, только создаются ракетные войска. Указание дано. По всем родам войск проверить. У кого больше 10 классов. Там техникум, институт. И нас собрали. Там кого только нет. Ни формы нет. Ничего еще. Пушечки были. Как артиллеристы. Я оказался и там. И служу за канщу в ракетных войсках. Я знаю о чем говорю. Я вот разговариваю. Я говорю. Скажите. Сидят люди. Там 5 человек. Ниже генерала никого нет. Скажите, уважаемые. Насколько можете дать увольнительную солдату срочную службу? Она говорит. За хорошее поведение даже сутки. Я говорю. У меня была увольнительная. 31 января выдавалась. До 31 декабря. Как так? Это срочная служба? Да. Такого нету. Я говорю. Есть. И они не знают. Одна должность такая только. Она мне дается. Почему не другому? Вопрос. Сначала какая должность? И как так? Так за вами никто не следит. Я получил это дело. Получил деньги и поехал. В течение года я езжу где мне надо. Мой маршрут никто не проверять не будет. Я готовый материал буду представлять. Ну вот вы как офицер. Хоть маленько так вот, кажется, пошурупьте. Что это за должность такая? Если вы ездили, ну предположу, может быть, вы что-то закупали? Ничего не закупал. Никогда. Я вообще в магазине был. Вот только два... Сколько это бедер? Пять купили нынче. 35 лет в магазин никакой не захожу. Ни продуктовый никакой. Ну что за... Может быть, вы занимались инспекцией? Так, повторите. Может быть, вы занимались инспекцией? Инспекция – хорошее слово. Но учитывая то, что я не военный, и у меня строительная специальность, я прорабом до армии работал в органах МВД, строго режимном лагере, то по военному делу я не мог быть инспектором. Ну, мог бы не по военному делу. А какое? Почему тогда это в армии мне должность идет? Не на гражданке? На гражданке. Я же в армию, я по форме еду. И у меня строительная... Ну, я смеялся, чтобы вы ездили, проповедовали. Ну, конечно, нет. В то время сказать нельзя. Сразу в друг дом спрячут. Да. Ну, что же вы могли делать, Ильна Тихонович? А вот слушайте внимательно. Я закончил Барнаульский строительный техникум в 59-м году. В 60-м я работаю, а тогда проверяли, будь здоров. Вот у нас несколько разных, которые были, ПГС, там другое. И идут мастерами. Ну, допустим, 50 мастеров, и только 4 прораба. Я в числе их попадаю. Прорабы-то несколько строительных... У меня 6 домов будет, над которыми я везде должен был знать. А у меня опыта никакого. Я до конца обсуждал, когда будет дисциплина, как учить с людьми обращаться, беседовать. Это сейчас, я знаю, сейчас рулетки с мусульманами. Если вот... Ну, их почему 95 процентов. Я с ними беседую. Я называю Сура Айят. Какая и откуда. Тогда я ничего этого не знал. Но проверено. Отец с фронта пришел без руки. У матери три брата ушли на фронт. Погибли. То есть пролетарская семья. А что я верующий, это нигде не проскользнуло. И меня направляют в органы МВД, в строго режимный лагерь. Это проверка была, ой-ой-ой. У меня выходных ни одного нету. 7 месяцев. В 2 смены. Я должен все знать. А у них так. Если 103 процента вырабатывают, за один день отсидит 2 считается. А 121 процент, если у него выработка у ЗЭКа, за 3 дня считается. И он готов, чтобы был. А что я ему напишу, когда он не выработал-то? А он мне топор на шею вешает. Понимаете, какая? И как непросто было. Я живой остался. И когда мой военкомат вызвали в армию, я был военком, а готов был поцеловать. Для меня служба легко шла. Потому что я готовился стать террористом. И только готовил бокс, стрельба. И когда в начале первый раз, у меня пуля в пулю садятся. Чуть края-то иконодорванная. То есть я мог быть другим. А тут мне должность дали техник-смотритель воинских зданий, ракетных войск Дальнего Востока. Определять, какому офицеру, когда квартиру, какую надо давать. И сколько семья. И все на месте узнать. Ничего себе. Ничего себе. Но я-то в это время занимался языками. А мне надо где-то подержаться. Доезжаю до Хабаровска, института иностранных языков. Я в общежитии подозрежу день-другой. То есть я тоже тут для себя выгадывал кое-что. Добился разрешения. Если подъем у нас был в семь, кажется, в семь был, чтобы в шесть можно вставать было. Я читал и сейчас с наушниками, а кино слушаю по-английски. В это время занимался на нескольких языках. Никто не занимался. Почему я занимался, другие нет? Вот немецкий язык. Потому что... Немецкий язык самостоятельно. Не зная ни... Два слова я знал только. Дарман и Дарраф. Это человек и обезьяна кто-то сказал. Может быть, это в одном слове надо было. Я его за шесть месяцев освоил. И у немцев говорил пропаде собрания. Самостоятельно. В школе языка никакого не было. Деревня. Нету. Тройку поставили и все. Английским занялся. За четыре месяца ушло. Я беседовал с американцами. И я беседую. За час беседы, например, я сам себя уловил. Две ошибки сделал. Сразу занялся языком третьим. И когда обратился к Богу, занимался на себе. Почему никто не занимался? Ну, интересно. Да, интересно. Понимаешь, вот начинают придираться. Вы сказали. Я сказал о благодати Божьей. У меня нет данных для этого. Ни образования, ничего. Но я вижу. Вот человек... Вам сказали. Сказали правильно. Год надо. Я учитываю обстановку мировую. И говорю, не надо откладывать. Вы сейчас просто поднажмите. Все лишнее уберите. Заходите на наши ресурсы. И когда приехать надо было? Приехать хотя бы дня за три. У нас будут занятия идти. Люди отовсюду приезжают. У нас на крещение приезжали из Ливана. Италия, Франция, Германия. У меня дети были в лагере из Канады. У них первая остановка пересадка в Париже, в Москве, в Барнауле. И с года в год привозят детей. Почему? Лучшего в лагере не было. Мы, говорит, все проверили. Нигде подобного нет. Почему никто не создал такой лагерь? Дети, подъем для детей в пять утра. Кто скажет, да вы что? В пять утра? Да его в девять не поднимешь. У нас отдельно келья. Построить я сам все должен был. Государство ни рубля не дали. Ни рубля за сорок пять лет. И мимо, где они, скамейка. Он не имеет права пройти там. Это келья эти, избушки сделаны где. Где девочки. Каждые восемь человек. Во время игры пальцем друг к другу не имеет прикоснуться. Ни она к ней, ни он к ней. Мы воспитываем новое поколение. Каждое утро начинается. Воды принесли. Гимнастика после этого. Потом начинается разогрелись. Начинается утреннее правило чтения Евангелия. И да, служба начинается, кажется, всем у нас было. Ну да. Начинаем работать. Дрова пилят на огороде. Дети все должны уметь делать. И это я все делал бесплатно. И волонтеры, которые им обслуга такая же. Почему никто не сделал? Так к нам приезжали. А как вот такой он приехал материться? У меня был такой. Заранее предупредил родителей. Родители расписываются, согласны, что я физически буду наказывать его крапивой или сеткой. Ложкой по лбу. Вот так вот. Он где-то над столом не склоняться. За уровень стола, чтобы подбородок не заходил. Над чашкой не склоняться. Иначе по лбу. И за 45 лет ни разу никого не ударил. А да что, страх. Я вот так возьму, да как сам себе стукну по лбу, вот так ударю. У них глаза вот такие. Вот а где вы учились этому у Бога? Вот я... Дети не должны жаловаться. Не должны плакать. А так где взяли? У Японии конзё, национальный культ. У нас как, мать, я тебе конфетку дам, уже зубы выпали, еще одну конфетку просунет в дырявый рот. А у них так, она склонилась над ним, а он там, в зубном находится уже, астакё. А где твой конзён? Я не боюсь зубы дёргать. Он сразу, потому что это самурай растёт. А вот это где взяли? Если легли, шёпотом будет разговаривать. Восемь человек, все будут на улицу вызваны. А дети всё? Два часа стоять. На два часа много, разделяется на четыре дня по полчаса. Тут всё... А теперь каждому руку. Палочка, ты воин, ты охраняешь других, друг друга не видят. Ночь идёт. Вон полчаса, после этого потихоньку каждому отойдём. Отойдём, я их иду по полям, рассказываю пшеница, какая птица кричит, какие звёзды. А они утром, я знаю, обязательно другим расскажут. Те готовы нарушить порядок, чтобы его тоже вызвали. И вот когда приезжают там профессоры Где вы учились этому? Я говорю, вот это я в Англии взял Из английского В общежитии два раза тишину нарушил, решаешься право Вот это Новая Зеландия Я мало что сам изобретаю Мне не дано это изобретать Я просто 40 лет пещи клал И ни одной пещи не изобрел Но зато мои пещи Полторы тонны меньше угля Тепло до самого пола, дети ползают И они делают там В четвером, говорят, неделю Я один делаю, а не помогаю Две пещи за день От фундамента до трубы Почему? Это Бог делает Это невозможно Вот я почему и говорю Я показал веру мою и сделал моих Павел говорит Вы принудили меня сказать это А почему? Что не спросишь мне это? А как же вот жена против бороды Она не должна слова даже говорить Борода это защита ее крепость Она знает, что ты никуда не потянешься Не подрезать Не трогать ни одной волосинки Мне вот она Я из-за нее только сотни проповедей сказал А что ты бороду отпустил? Я говорю, а почему у тебя бороды нету? Так я женщина, я мужчина Я сразу начинаю ей свидетельствовать Борода это защита Ну потому что Борода-то растет не у всех У всех Ну так сказать Не, я имею ввиду у всех Но вот лично у меня Растет только на подбородке Ну опять же Ну опять же Бог тебя сотворил Ты с кем разговариваешь-то? Ты к Богу притягиваешь Почему ты меня, Боже, таким сотворил Растет, как у козла? Сделай, чтобы у меня росла, как у Фридриха Энгельса Ну нельзя же так Бог сотворил и хорошо написано И весьма хорошо Вот у меня, когда я в лагерь привезли А тут начальник тюрьмы меня охранял А там это Я сижу, плачу Пришел замполит По политической части Растетили простынь И это все собрал У меня две бороды Одна в конверте, другая здесь И была статья в газете «Центральной» Почему у Лапкина две бороды для страшного суда? Надо жить интересно, красиво Нехорошее слово, но я его употребляю Азартно Это точно А если я, Игнатий Тихонович, а вам ЗЭТИ-то потом не предъявили За то, что вы работали на администрацию Когда строителем были Как на администрацию? Ну вы же строили Когда в лагере работали Ну да Вы же строили И что? Вы же были солдатом А не простым человеком? Нет, когда я в лагере работал Это до армии было А, до армии А, ну тогда ладно До армии До армии У меня чувство благодарности на высшей ступени Когда у меня вышло 38 томов книг Это 750 евро стоит Я всех людей записал Кто, где, когда мне сделал добро И везде проехал И везде подарил полный комплект Да, удивительно Вы проделали такой путь И написали столько книг И понятно, что с вами Бог Вот я слышал Что ни разу вы не слышали Когда мы молимся И говорим Что слышат Раптовы Вы сказали, что никогда Ничего не слышали, да? Нет, я не слышал Я вот когда говорят Ну а как стихотворение пишете? Я могу только показать Вот мы стоим У меня здесь рядом бумага лежит Ручки И у меня как бы проплывает строка Как бы Я ее не вижу Она там внутри Я на молитве сразу быстро записываю Пример к себе своим воображением Все Дальше можно мне глаза завязать 35 строчек 6 секунд Ну это 9 куплетов 9 из 4, 36 Они будут дописаны На 3467 стихотворений В черновиках ни одной помарки нету Пушкин зачеркнет Другое пишет У меня этого нету А они у меня наплывают Это не так Вы мои стихотворения слышали? Да А какие? Ну начнем Из последнего Это День Победы Потом Что я еще у вас слышал? Ну ладно Я на море На море Слышал Игнар Тихонович Слышал Ну вот смотрите Когда вы Они положены на музыку На музыку положены Они поются Рыбацкая шхуна С волнами боролась Стремительно Крен возрастал Смятение росло Но раздался вдруг голос И всех на молитву призвал Волна через корпус Не раз пробегала Был лопасти Виден плавник Как туша убитого Кем-то финвала Корабль под ударами сник Остались минуты А дальше развязка Объятия холодной волны Над пропастью мглы С ледяною повязкой О чем бы подумали мы? Наверное, лица родных И знакомых Мелькнут в пиерическом сне На жизненной грани На жутком изломе На вечно девятой волне Иные клянут капитана Стармеха Проклятия всем и всему Окончена жизненная чаша Утеха И брошена разом в волну Когда мой корабль Опрокинет пучина А рот поперхнется волной Дай Боже, чтоб к небу Своей кончиной Других я увлек за собой Да, сильное стихотворение А вот Автобиографично Я в Барнауле живу Пример к себе Своим воображением Все то, что просчитал Или услышал Для снайпера Сегодня я мишенью Всем хищникам Меня Бог сделал мышкой Ни час, ни сутки Но сплошная жизнь На выходе и входе За обедом Стреляют точно в лоб И давят только вниз Задача выжить И ни одной победы Хотя, как знать Когда я ускользну Петля и яд Меня не захватили Враг не достал Истратил всю казну Уверенность пожег В истерике В бессилии Их измотало В горных перевалах Там след Моей ступни Не раз петлял По шахтам Гротам По лагам Отвалам И следует Святых О ком я насчитал Мой бег Мое убежище С Давидом За мной Доик Бешеный Саул Они Разведали Что ем я Метокриды А штаб Квартиры Избран Барнаул Я с Моисеем На своей вершине Последний раз Смотрю Из-под руки Враги С собаками С биноклями В машине Мой след Вынюхивает У кустов Реки Моя погоня Гнались До упаду Я отошел Не достигаем вам Прощай Земля-азарт Закон ограда Мой труд Следы Считайте По слогам Я успевал На каждом Повороте Засеять поле Застолбить Межу Со златоустом Путь Житийный Пройден С той стороны Земли На все Гляжу Да Сильно Я стихот Ребил Вот это Я как раз И слышал Ага Вот Их 3467 За 9 лет Ну или Человек Не понимает Эту цифру Я говорю Сегодня статистика дает Количество знаков С пробелами Без пробелов Это За 9 лет Написано мною Это 8 томов Это 4 тома По 800 страниц Это вместе За всю жизнь Написал Пушкин Лермонтов Некрасов Александр Блок Да хмаленько Поменьше еще у них Не зря Вас назвали Златоусты Из потеряющих Я к тому говорю Что это Бог делает И я Своего ничего не имею Я постоянно повторяю У меня нет образования Ни религиозного Ни гуманитарного Но мне интересно Все это Вот сейчас Вот я должен был Всем закончить А сейчас уже 7 минут То есть я просрочил Ну и беда Я не связан этим Итак Я сейчас вам скину Что требуется Маршрутка И сами отдумайте Потом скажете В какое время Ко мне можно заходить Я материал уже скидывал С 4 ночи До 4 дня По Москве Хорошо Ну Сколько вопросов Сколько вопросов Сколько вопросов Сегодня вы задали мне Когда сейчас Или когда вы с вами говорили Ну когда говорили Там раньше еще Сколько штук 4 5 Ну вот видите Сколько времени Я не считаю Я не считаю Что это время Зря потраченное Я делаю это перед Богом Нет Нет Я хотел всегда Все таки С вами связаться Ну а теперь скажут Зазомбировал Сергея Арефьева Вот будут как говорить А вы знаете Да нет А вы знаете Почему у вас такая фамилия Арефьев? Да Нет Арефьев? О, Баня Отец Что был такой святой Да Правильно Вот почему Называется Сергеев Иванов Когда фамилии были Да давали фамилии Сказали всем Чтобы разнообразие было Если Да это Куриц держит Курицын А это вдова идет Вдоовин А это Протопопов То есть фамилии-то давали Потому какой он есть Вот Тот был граф А ему дали фамилию Блудов А это был блудник-то Ему Блудов дали А это один из лучших графов Был в России А фамилия Блудов А вот у меня Фамилия Лапкин Никогда не догадаетесь Почему фамилию Моему прадеду Дали такую Ну интересный вопрос Он нарах хромал? Не хромал А наоборот Так вот Какое дело Раньше На деньгах Я могу вам показать Деньги царские Вы их видели Когда нет? Нет Минутку Сейчас Сейчас я покажу Так Где она у меня Тут О Не сразу найдешь Подожди Тоже такое Сунул Сограну Ох-ох-ох Полетело Все С ногами Видишь как Я вчера Только еще Перебирал Здесь И их Нашел И стал смотреть Какой я богатый У меня даже Царские деньги Есть Так что ж такое Не наеду Так Ну Отдаваться Неохота Так Это у меня Здесь Ну Что сказать Почти Почти Сказать Хотел Но Еще сказать Загляну Даже подальше Вот здесь Вот Так Нет Не то Человек Сидеть Ждет Меня Вот Нашел Терпение Перетрут Вот смотрите Вот это Сейчас я скажу Сколько 25 рублей Я сейчас буду Показывать Вам наверное Не видно Ее будет Видно Видно Да Алисандр Третий Там Да Теперь смотрите 25 Теперь Есть 5 Да Вот я Показываю Ее Вот Ну это Советские Тут Это тут Доллар Это уже Один доллар Такой тоже Сейчас не встретишь Ну а он Действительный Один Вот советское время Было здесь Даже пожар у меня был Это вот такие были 5 рублей Ну вот оно Какое А вот Дорогостоящая была Она упоминается Это Елисаветенко Это 100 100 рублей Это Огромная стоимость Была Это вот Ощарованный Странник У Лескова Николая Семеновича Вот это вот Поминает Когда он бросал Вот эти Гори Елисаветинки К ногам Певицы Вот оно что Так Теперь что у меня Еще есть Смотрите Там написано 100 А вот Теперь смотрите 500 Они Сохранились Конечно Я этой коллекционерам Мог бы продать Их Это Такие деньги Они Теперь Ну Только украсть Можно где-то Дальше Ну это Я попутно Покажу Один рубль Это еще Сталинское было Так Вот это было 100 рублей Какое было Ну это такое А теперь Что это у меня Тут еще Ну это 100 рублевка Это я еще Одну покажу И вот она Елисавета Так называли Елисаветинка Так Это у меня Что еще Даже не поймешь 3 рубля Тоже Царская Вот 3 рубля А вот Теперь еще Что у меня Тут есть Какое-то Десятка Я не был Вот показываю В каком направлении Видите Какие деньги Так 3 рубля Если я сейчас Гляну Что тут такое Это десятка Десятка Сотельная Еще одна Ну и еще Десятка Сейчас подожди 25 Я к чему Это все Начал показывать То вам Объяснять Свою фамилию 25 А вот Внизу Тут написано Так Управляющий Такой-то И там Который Банка Такой-то Две подписи Внизу Посмотрите Внимательно Видно, нет? Да, видно Ну я не знаю Ближе или дальше Надо Да не, ну видно Подпись я вижу Так вот Какое дело Когда человек Хорошо писал И говорили Ему только на деньгах Расписываться Сегодняшний человек Не поймет О чем речь идет Ровная подпись Ну какую Я даже Возьму Или советинку Показать И на ней Вы найдете То же самое Вот она Большая Так А на обратной стороне Вот они Две подписи Без подписи Не было Подпись На каждой бумаге Была Да Вам видно, нет? Да, да Вот Мой дед Прапрадед дед Он был каллиграфист Каллиграфист Это вот У меня жена пишет У нее ровность А у меня коряки Такие идут Даже сравнить не с чем Вот И он знал законы Это мне уже тетка Рассказала Дяде моего родного Жена И он Писал Ну Ходотайствовал За людей А его по почерку Сразу узнавали Так он научился Писать Ногой И прозвали Лапка Ногой Ногой Писал И подписался И тогда его не узнавали Их фамилия Потом все-таки разузнали И когда фамилии давали Да кто? Это Лапка Так Лапкин остался Никакого отношения Ни к зверям Никому не имеют Но происхождение Такое интересное Вот Вот Да действительно Редко видишь Такую фамилию Ну Вот Игнатий Лапкин Я в интернете Больше не нашел Один А чтобы Игнатий Да Тихонович Тем более Тихон И на каждом шагу Но когда мы Вот здесь Общину стали образовывать Оказывается Она Наша Крестовозвиженская Из старобрядцев А мы Из старобрядцев И Общину назвали Про это мы не знали Где И у них был священник Щувалин Кажется Игнатий Тихонович Мы узнали Когда уже у нас Все образовалось И потом я стал Копаться везде В архивах И искать И нашел Чтобы был Игнатий И даже За всю жизнь Никогда никому Не обратился Игнатий То есть Я Иван Васильевич А назову как надо А чтобы Игнатий Мне не встретился А то что Игнатий Да Тихонович Это Не слыхан Это еще и Лапкин А тут Главное Игнатий Тихонович И был священник На крестоводезерской Общины Из старобрядцев И главное Когда его Кажется арестовали 28 мая А у меня 28 по старому День рождения А их Расстреляли еще там Это 30-е годы Вот это Ну Где-то может быть Совпадение А здесь никак нельзя Это Это невероятно Вот одна Душа у нас Такая была Она Искала долго Где Бога Все Вот как вы говорите Про себя А священник там Ничего не говорит Зачем тебе это надо Покрестилась А ладошка мокрая Заплатила деньги Иди Она студентка И она говорит В вагоне Я в автобусе еду Или троллейбус И там разговаривают Две женщины Что-то говорят Такое Прямо Про Бога А пройти невозможно Вплотную И вот когда Одна сошла Маленько освободилась Я подошла И говорю Вы сейчас про Бога Рассказывали Что такое Она говорит Мы с занятий едем В университете А я вел занятия В пяти университетах А где бывает Она говорит Так это Это кажется 28 тысяч студентов И абитуриенты Из 18 стран Это самый Наверное Большой университет В сибирских краях Тут И они ей сказали Куда она Пришла Корпус В410 Аудитория Вторник Пятница И вот дальше Который будет Я это там Не знаю Я ее в глаза Не видал Никогда И разговора Нету И она Подходит К этой аудитории Но уже Занятия идут Она дверь Открывает А сидят Люди Это все Сфотографировано Где-то Одет Она в форме Где-то И одна женщина Которая прямо Напротив кафедры Напротив меня Она вот так голову Повернула Поднялась И пошла И пошла По проходу И там Сзади села А эта кто Пришла Она прямо Села Напротив меня И сидит Я помню Я помню Вы когда Говорили Говорили о втором Пришествии Христа Но потом На меня Посмотрели Замолчали И вдруг Стали отвечать У меня было Говорит Семь вопросов И начали С первого вопроса И в том порядке В каком были вопросы Все вопросы Мне ответили Как это может быть Я говорю Я ничего Этого не знаю Я не могу Считать себя Непрозорливым Только прожорливым Если А так нет И вот она Потом Все это напишет Это в 115 томе Там есть Когда я обратился К людям Кто как пришел К Богу Как попали в общину Там были люди Которые в общине не были И 84 человека Написали В моих книгах А их 33 тома Открытым оком 15 и 16 том Ни один священник Этого не может Обратиться к людям Почему я интересовался А они за мной гонялись У меня хорошее отношение С ректором Ректор там Владимир Васильевич Ну представьте Он там академик Он скольких докторами Сделал Там это все Ну а там профессор И у нас вот отношения Установились Вот он идет по коридору А студенты идут Он обязательно Обнимет и поцелует Я попадаю У него совещание В кабинете директора И он увидел меня Что я сижу напротив двери Дверь-то секретарь открывала Он сразу сказал Что сидите А ну-ка заходи Вы знаете кто это А кого они знают Они знают И он вот так вот обнимет Поцелует И я преклоняюсь Перед этим человеком Его знания Наверное тысяча раз больше моего Это бог так делает Это нельзя Ну что я его Зазомбировал или что А у него зам Зам по учебной счастье И говорят он еврей Это близкая нам знакомая Ее сын Ее сын Редактор газеты этой Алтайский политехник Это она нам и говорит Это Светлана Светлана звать Савалейта Она говорит Это самый умный профессор Их там большой коллектив И он к нам даже приезжал И здесь у нас был В общине И то другое Расположение Это не то слово Он как будто бы Нас Я однажды У него сидел Ждал Когда мать пришла Жаловаться что ребенок Ее ушел И как бы восстановить Его чтобы учился дальше И как он беседовать Я потом говорю Борис Васильевич Я бы хотел сегодня У вас весь день Посидеть здесь с вами Зачем? Поучите Как с людьми обращаться Вы у меня Это я у вас должен учиться Ну еще я А вот вы делаете Вот это да Меня считают человеком Самым счастливым в интернете А как образовывать Я говорю Однажды зашел Там пятеро сидят Ниже генерала Их не было Они говорят У-у-у А мы только про вас Игнатищи говорили Что? Больше счастливого человека Не знаю Это судья краевой Прокурор края Мэр города Вы делаете то Что вам нравится А у меня вот эти дела Кучи Преступники там Разведенные Мне это зачем? А вы любите детей И лагерь образовали И вас пытаются закрыть уже И мы за участники в этом Но сейчас вас защищаем Мы И никто Ничего не может сделать В девяносто восьмом году У меня было За два месяца Неполных Пятнадцать краевых комиссий Пожарники Милиция Прокуратура ФСБ Тогда КГБ была И они ничего не могли сделать Когда вернулся Я потребовал Сатисфакции Удовлетворения И подал в суд Три уголовных дела Было против меня Все выиграл Заплатили деньги И В важное время По телевидению Показали Опровержение Это Бог делает Давно бы сложил Гориста руки И все Как один говорит Я думал вы лапки поднимете Свои Изгодитесь Я говорю нет И я не за себя бьюсь Подрыв деловой репутации У меня Обслуга У меня дети Родители Которые отдали Я за них отвечаю Дети У меня Под подписку от родителей Что я имею право Физически наказать их А как? Ну я покажу как Мальчишка Обматерил девочку Ему семь лет А ей двенадцать Ну не матом покрыл Ну и Перед всем Сказали Слышали Слышали Алеша Заходим У меня отдельное теле Никто никогда не видел Как я его наказываю Любого Рукавичку надеваю Иду Жгучая крапива Я положил Второй этаж Вот таком уровне Положил Вот так вот ртом Пробеди Он плащет Плащешь Ты что боишь Да боюсь Тогда не надо Зачем мне труса такого Идем Опять А все остальные молятся Мы выше Я говорю Алеша боится Я его наказать не могу Он уже наказан Трус растет Вот смотри Я беру эту крапиву И вот так вот В зубы беру И рву ее И сплевываю И опять рву губами У меня на губах Волдыри Он у меня смотрит Я не боюсь Ну тогда пошли обратно Где вы учились Ты к ребенку Присмотрись маленько Вот он не работает Склонился Надо траву рвать И не работает Подождите Я потихоньку подкрался Он смотрит Как два муравья Прокинули жужелку И несет ее домой Не надо Это биолог растет Может быть Не трожьте его Траву он потом вырвет Надо прислушиваться Смотреть Кто вокруг тебя А когда узнали Что я даже наказываю Так там захолись Там прокуратура Исследуя Детей Кандидат медицинских наук Каждого ребенка раздевали Нигде ничего нет Вас избивают Один парнишка говорит Никто нас не избивает Нас просто наказывают За наши преступки Ребенок Он понимает Что наказание это И все слезло Но мало того Прокуратура и говорит А вы моего ребенка Возьмете в лагерь? Это лучшая похвала Ее задача Меня посадить И эти все документы Все у меня в книге За слову Божия нет Уз Все Да я читаю И очень интересная книга Познавательная Да Ну что Сергей Уходим Я понял Я сейчас деньги подберу Разберу свое богатство И буду вам сразу Скидывать материалы А я Бог вам здоровья Спасибо вам Готовьте Готовьтесь Мы можем вам дать Даже здесь Новосибирские адреса Которые у нас Существуют В чатрулетке И везде Не в чатрулетке А вот В молитве Астахов Сергей Так Сорокин приезжал Из баптистской Баптист Принял крещение Жена Жена осталась Баптистской Потом Говорит Хотела Ехать Новосибирск Вот И Мы с вами Земля Готовьтесь 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 Мы с вами Договорились Что все Я записываю Выставляю Это в интернет И вы не против Правильно Я Я Да Все С Богом Плани Кому не делал В этом плане Все Игнати Спасибо Спасибо Что Дали Возможность Пообщаться Мы Говорим Не спасибо Спаси Христос Спаси Христос Аллилуйя С Богом